Мы на месте. Мы приветствуем Лигу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам в своем биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь мешает. У нее конструкция в голове, и у нее, по-моему, неупокойная душа. Хорошо. Неупокойная душа выходит в клетку-тюрьму. Готова. Даю команду на счет риска. Она сканирует пространство над головой Лиги, под ногами 360 градусов вокруг нее. Она сканирует все семь тонких тел Лиги, находит все. Здесь демон с воронкой. Демон с воронкой. И рептилоид. Два грея. И вот эта душа неупокоенная. Она в темных энергиях. Неупокойная душа в темных энергиях. Откуда ты здесь взялась и что ты здесь делаешь? Снимаются маски и голограммы. Все в клетке представляют согласно своему эфирному коду ДНК. Она как такая пожилая очень женщина, согнутая, с клюкой. И она говорит, на выход хочу. Сколько ты находишься в этом биополе и как к тебе обращаться? Она говорит, лучше не обращаться и смеется. В биополе на два месяца. С какой целью ты вошла в это биополе? Китаться мне надо. Паразитировала без ее разрешения, вошла в биополе живой души. Но не в мертвую же душу мне заходить. Я сама между мирами. Мне энергии нужны. Когда ты закончила свою земную жизнь? Сколько лет прошло? Давно скитаюсь. Века, можно сказать. Магией занималась? Занималась. И сейчас ты решила после этого уйти в чистилище, да? Это уж куда попаду. Это бедно. С демоном ты никак не связана, с этой воронкой, которая здесь находится? Нет. Я в высших лоях. Она имеет в виду, она в сердечной чакре. Сердечной голосовой. Ты что-то оставила на своей чистоте в биополе Лиге? А что я могу оставить? Просто ответь, да или нет. Нет. Хорошо. У нас конструкция находится в голове. Рептилоид Грей, ваша конструкция? Наша. Как долго она находится в этом биополе? Около 8 месяцев. Скэнер, просканируй сейчас Лигу на чистоте рептилоидов и Греев. Найди эту конструкцию. Все спрятаны, чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все, что связано с этой конструкцией, отключи ее, выведи и сформируй шар. Как шар сформируется, отправляя его в клетку-тюрьму. Это голова, глаза. Да. Там еще датчик должен быть. Готово. Отправляя в клетку. Даю команду тонкой копии Лиги спроектировать все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам выстраивается также канал конструкции рептилоидов и Греев и к этой воронке демона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены и низкоаберационные энергии, откат всех программ, негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лиге и усилию потоки в 50 раз. Какой у нас демон, Вера? Он бес, девятый. Итак, бес. Сколько ты находишься в этом биополе? Три месяца. И как ты зашел в нее? По какой причине? Есть основания? Или просто воронка твоя гуляла? Или ты ее специально кинула? Как все было? Легко воронку установил. Она зашла в нее. Я зашел через воронку. Был какой-то повод? Были какие-то эмоциональные энергии, которые? Или у нее просто были низкие вибрации? Сколько герц твоей воронки-то? Эмоциональных энергий достаточно. Она показывает на эту неупоконную душу. Последние два месяца она даже перенимать стала какие-то, как на физическом плане, как-то пальцем она показывает. Движение руки у нее совсем изменилось. Из какой-то неупоконной души стало. Какие-то слова, потом эмоциональные злые моменты. Она полностью переняла ее. Она полностью под контроль ставила. Это ведьма, так ее и надо называть, в этом биополе. И чем бы это закончилось? Спрашиваю неупокойную душу. Какая была твоя цель, кроме подкормки? Может, ты хотела ее отправить в мир иной, вместе с ней выйти где-нибудь повыше? Нет, не было такой цели. Цель была питаться энергиями. Естественно, не я под нее подделалась, а она под меня. Вторая уже меняться. Понятно. Скажешь, как реверс закончится, Вера? Готово. Устанавливаем фильтр с золотой лисеточкой на все каналы в порядке реверса. Лига забирает все чистые, светлые, божественные. Энергия обратно пошла. Энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Лига себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Итак, рептилоид игры. Я слушаю цель вашей подключки. Вы установили ей конструкцию в голове. Какая это цель была? Контроль. Контроль головного мозга. Контроль реакции слуховых функций глазного яблока. Что она должна говорить была и видеть, и слышать через эту конструкцию? Или что она не должна была слышать, видеть и говорить? Она стала фильтром. Для чего? Да. Для наших дальнейших исследований. И как мне понимать функцию этого фильтра? Пока это на уровне изучения и идет в одну сторону. Через нее к нам. Нужно больше информации и больше разных жизненных ситуаций, моментов, чтобы понимать реакции и каждодневные функции человека. Когда мы просчитаем все возможные реакции, перепрограммирование будет идти в обратную сторону. Роботизирование. То есть они должны будут в ваших планах, эта душа, исполнять какую-то определенную функцию, именно ту, которую вы ей скажете? Именно так. Не испытывая. Создавая ее же эмоции и движения, но направляя и выдавая информацию, нужную нам. Сколько бы времени вам еще потребовалось? Вы 8 месяцев сидели в ней и приблизили на сколько месяцев? Или лет? Мы не спешили до 3 лет. За 3 года вы бы управились. Понятно. Да. Дальше бы постепенно начала работать конструкцию в обе стороны. Все понятно в этом отношении. Вопросов нет. Вера, как у нас с реверсом? Посмотри. Закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Без. Ты что-то оставил на своей чистоте, кроме этой воронки? Оставил. В ногах. Выходи, вытаскивай. Есть какие-нибудь лярвы, затемнения в биополе? В голове затемнения. Вот этой конструкции. Ты хочешь его получить? Можно было бы. Можно было. Темненьким подпитаться. Откуда там темненькая? Это от конструкции рептилоида игры. От боли. Она еще боли испытывала головную? Мне за боль ничего рептилоид не говорил. Какую боль она испытывала? А мы спросим сейчас Лигу. Лига, какую боль вы испытывали в голове? Непроходимые мигрени. Кто ты? Так что забрать можно или нет? Ты все снял свое? Все снял. Разрешаю тебе забрать это затемнение, возвращаясь назад. Итак, рептилоид игры. Вы доставляли человеку не только дискомфорт, но и боли, непрекращающиеся боли в голове. Это мы и объясняем. Нужно больше времени. Она просила вас об этом. Вот если я сейчас начну, ты меня не просишь, а я тебе буду сейчас делать больно, рептилоид. И скажу, что это эксперимент. Как ты себя почувствуешь? Если я сейчас дам тебе 500 тысяч герц, вышли ты восхищен. Вот точно так же работает и в обратную сторону. Есть души... Объясню. Объясняй. Это будет нападение. В нашем же случае это эксперимент. Ты решил, что вы не проводите эксперименты над нами? Ты заблуждаешься. Ты имеешь в виду сейчас какие-то конкретные ситуации или чисто абстрактно? Ты имеешь в виду какие-то военные структуры на Земле, которые экспериментируют с вами? Именно так. Я говорю про цивилизации. Но они же с кем-то кооперируют, получая новые технологии и вводя их здесь. Меня это немножечко удивляет. Итак, вес все забрал. Мы изучаем вас, вы изучаете нас. За это идет обмен информацией. Это была, видимо, и цель договора, да? Которую вы заключили с правительством. Видимо. Ну что ж, вес все снял, бес вернулся. Рептилоид Грей, посмотрите, что-то осталось не вытащенное. Биополе, Лиге, на вашей чистоте, от конструкции тоже. Здесь все убрали. Хорошо. И неупокойная душа, как она сказала, на ничего не оставила. Ну что ж, если все все убрали, даю команду на рассинхронизацию Лиге с неупокойной душой. Рептилоидом Грейме и этой конструкции. Беса и его воронкой. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Лиге. Этим светом нам выдавливает из себя все негативное патогенонистское аборрационное остаточное. Энергия на частоту генетриферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Выдавливаем из ее головы также и остаточные боли. Головные боли выходят, фантом этой боли выходит, все летит в этот шар. Пошел процесс. Шар готов. Большой? Шар большой, потому что у нее из головы вышла как фантомная конструкция такая. Иначе бы она задерживала эти фантомные боли, все это вышло в шар. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Лиге отключить все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Проверку все прошли. Значит, начинаем отпускать. Неупокойная душа, согласно твоему желанию, отпускает тебя в чистилище. Ты готова уходить? Готово. Открывается светлый портал в чистилище. И неупокойная душа идет в этот портал. Встречает ее, Вера? Не хочет светлый, ей слепит. Ну что ж поделаешь. И на счет 3 она уходит в этот портал. 1-2-3. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Вот сейчас у нее начнется веселая жизнь. Бес с воронкой. Первый раз я тебя отпускаю, ты больше никогда к этой душе не подойдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Подожди, беса. Подожди. Стоп, ты в квартире присутствуешь? Ты присутствуешь в квартире? Присутствую, да. Я тебя не спросил. Хорошо, я тебя сейчас тогда отправлю в эту квартиру. Ты сейчас уберешь все, что ты там оставил на своей чистоте. После этого я приду проверю. Ты мне покажешь еще все порталы в этой квартире, я их закрою. И в дорогу я тебя соберу весь негатив, который оставился в этой квартире. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в квартиру Лиге. Один, два, три. И бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Рептилоид Грей, вы поставили тоже платы в этой квартире, где живет Лига? Поставили. Понятно. Ну что же. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь рептилоид и два Грея с конструкцией, которая была установлена в голове. Человек испытывал, не прекращаясь, головные боли. Сидели 8 месяцев. Цель была эксперимент. Пока они что-то давали, через некоторое время собирались что-то забирать, используя человека как фильтр. В целях своих экспериментов подчинения воле человека им. Заберем их, конструкцию тоже заберем. Хорошо, благодарю тебя. Готово. Итак, клетка у нас пустая, Вера? Да. Давай тогда заправим сейчас Лигу энергиями. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 380 и 24. На четверть макушку головы Лиги начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, загармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лига, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Я чувствую энергии изнутри, но это не то, что было. Они чувствуются по-другому. Приятно вибрируют. И дают мне много энергии. А все остальное, что мы вытащили, у вас энергию забирают. Как вы видите, здесь причинно-следственная связь. За два года вы ничего не делали. Последние два года. Манифест, чтение манифеста дает вам личную какую-то уверенность, но вы не переняли ответственность, которая стоит в этом манифесте, где стоят слова. Я беру ответственность за свою жизнь, свои руки, за свои энергии. Вы не заправлялись энергиями, вы не поднимали вибрации. В конце концов, вы не выдавливали из себя весь этот негатив. Немножко выдавливало. Ну, видите, не до конца, видимо, потому что это позволило трём сущностям войти в ваше биополе. А для этого нужны всё-таки какие-то низкие вибрации. Последние восемь месяцев головную боль можно объяснить конструкцией рептилоидов игры. Биэс понижал ваши энергии. Соответственно, он 9 Гц, может быть, воронка ещё чуть выше, до 12 Гц. То есть у вас все такие вибрации. А вам надо 24 Гц. Потом это надо всё синхронизировать и гармонизировать. Что касается неупокойной души, она вошла, скорее всего, через портал в вашей квартире. Мы сейчас будем это узнавать. Тем более, она занималась магией, она знает, как входить. Здесь такого рецепта нет. Но вы могли бы теоретически её выдавить тоже в этот шар и скинуть всё от себя подальше. Тогда бы её тоже не было. Она бы просто почувствовала опасность с вашей стороны и сама бы ещё, возможно, ушла. Но имеем то, что имеем. Хорошо, Лига. Сейчас этого всего нет. Сделайте выводы. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лиги в её систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Квартиру Лиги ты видела. На счёт три ты стоишь перед входной дверью её квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Я здесь. Входи в квартиру. У них входная дверь, портал. Двойная дверь. Это видно было на видео. В этом месте внизу открою воронку в галактическое дро. Портал Фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова клетка установилась в зале. Да, кто у нас? Арахноид. А как же? Арахноид. Синий дракон. Синий дракон. Бес. Да. Воронка блуждающая. Всё. Под воронкой открываю воронку в галактическое дро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Подсвечиваются платы Греев и рептилоида. В этой квартире вещь чётко и ясно. Ни в одной из спален. Под ними открываю воронку в галактическое ядро, срываю их и они уходят на переработку вместе со всеми энергиями. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Бес, ты свои всё собрал? Собрал, да. Хорошо. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, всё, что ты оставил. Если есть потомство, вытаскивай всё, ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Он паутину собирает почему-то по полу. В основном они возле потолка, а у него много паутины по всему полу. А что ты на полу оставил, арахноид, паутину? Он показывает, что её можно делать слоями, и когда она нарастает выше и выше, энергии остаётся больше. Да, какая-то логика в этом есть, конечно, да. А что она испытывает, когда она ходит по этому полу? Теряет энергии? Энергии остаётся на паутине. Значит, она теряет энергии. Понятно. Вот так вот. Походил человек по квартире, и сил нет. Ждём, пока он уберётся. Он всё снял. Арахноид, ты больше не приходишь в эту квартиру, тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида, забирает, что принёс, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Какой она синий дракон? Посмотри. 31.01. А что дракон синий делает с таким уровнем в этой квартире? Ват у него есть в другой спальне. Сколько ты находишься в этой квартире вообще? Ты был до того, как Лига переселилась в неё? Она около года находится. Хорошо. Выходи. Снимай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Готово. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда в эту квартиру не придёшь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Забирает, что принёс, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Бебе, скажи мне, вот эта неупокойная душа, она из портала вышла, этой квартиры, или где-то в другом месте подловила Лигу? Не в квартире. Он показывает, какой-то портал есть, через который она проходила. В другом месте где-то, да? На природе? Или в какой-то квартире, или что там было? Нет, это помещение. Там есть коридор. В коридоре подвал. И там портал. Всё понятно. Пошли по квартире, показывай мне портал, я закрываю и собираю те негативы. Здесь в коридоре зеркало? Да. Портал. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро, и портал вместе с фантом и частицами портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. И здесь один большой портал, это коридор и двери напротив друг друга. Одна спальня, другая ванна. Вот он, как буквой Т, такой большой портал. Хорошо, по всему периметру этой буквы Т открывается внизу портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот портал уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Сплошной квартал. Квартира, сплошной портал. Дальше. Всё, больше нет порталов. Хорошо, возвращаемся к клетке, даю команду на 4, 3 чувств. Пошёл процесс. Два средних шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Второй шар твой, забираешь бес? Да. Отправляю бесу. Готов. Найди себе новое место обитания, я всё здесь буду закрывать, и это понятно. Найдём. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса, забирает, что принёс, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в комнате диагностики. Пошёл подъём. Пошёл подъём. Пошёл подъём. Пошёл подъём. Пошёл подъём. Пошёл подъём.